всех приветствую простой эксперимент минимум деталей максимум результат сразу скажу эксперимент детям не повторять так как может ударить током ну или напряжением кому как удобно потому что она на выходе будет большое перечислю нужные нам компоненты это всего лишь три главные детали все остальное они или не нужны или дополнительные можно использовать можно не использовать итак первая одна из главных деталей это вот катушка хотя можно использовать и другие катушки вот допустим как когда-то я применял уже в своих экспериментах желательно чтобы здесь был сердечник феррит не обязательно стержень он может быть любой другой формы также побольше количество витков хотя можно даже использовать и катушку от обыкновенных реле даже если ваша катушка будет иметь немного витков результат все равно будет но может быть не такой существенный вторая важная деталь это конденсатор я взял электролитический хотя можно взять и любой другой примерно такой по форме или какой-нибудь еще но главное условие он должен быть высоковольтный что конденсатор этот электролит что этот меня на 400 вольт и еще одна главная деталь это диод вот он у меня здесь на плате тоже он должен быть высоковольтный меня на 1000 вольт все остальные детали это неважно здесь у меня единственно что присутствует еще микро выключатель хотя как вы понимаете я могу просто так брать и контактом замыкать выключателем удобней и дальше еще резистор для чего резистор я расскажу потом где эту схему можно допустим один из вариантов где ее можно применять и для этого нужен будет резистор и буду использовать обыкновенный мультиметром буду мерять ним и также нужен источник питания вот у меня такой аккумулятор 18 650 и он уже дохловатый здесь напряжение если не ошибаюсь чуть меньше 4 вольт но для нас подойдет также я хотел еще использовать батарейку на полтора вольта но рабочую меня под рукой не оказалось единственное что вот такие батарейки maxel так же самое уже давно просроченные я достал вот одну они новенькие но просроченные и попробуем использовать ее сколько мы получим точнее какой мы результат получим всего лишь от батарейки 1,2 вольта и так а теперь давайте о схеме схема как вы понимаете будет очень очень простая так как всего лишь три детали я сейчас ее нарисую и покажу вам и так вот и схема сама три элемента главных не считая нашего источника питания первый элемент это катушка индуктивности вот она второй элемент конденсатор можно полярный можно бесполярный как я уже говорил это не важно единственно если будете ставить полярный соблюдайте полярность здесь видите диод направлен в обратном направлении относительно тока которые вытекает у нас из нашего источника питания поэтому здесь на конденсаторе будет минус здесь плюс и и наш диод вот эта деталь так же самое диоды может подойти любые главное чтобы они были высоковольтные и так схемы я собрал согласно нашего рисунка главное не путайте полярность источника питания минус вот он и идет он катушки и дальше плюсу конденсатора плюсу видите здесь уже потом подключен красный провод это я уже подключил наш измерительный прибор чтобы можно было мерить а плюс идет опять же через выключатель к нашей катушки потом стоит диод в обратном направлении и минусовой вывод конденсатора хотя я уже говорил можно использовать вот такие высоковольтные конденсаторы и или им подобные подключая источник питания и так прибор показывает по нулям первое нажатие однократное нажатие чуть больше 10 вольт и видите напряжение потихоньку падает 532 и так далее еще раз уже было 11 вольт давайте сделаю серию нажатий 17 18 22 чаще 33 35 38 40 45 50 50 но это на разряженном аккумуляторе вот я нашел аккумулятор немного получше здесь сейчас 42 вольта давайте попробуем на нем аккумулятор подключен и опять испытания сразу видите как напряжение выросло 52 53 55 60 вольт еще испытаем теперь вот эту батареечку на 1 и 2 вольта батарейку я подключил испытания 12 13 14 15 16 добьемся 20 или нет ну почти 19 как я уже говорил батарейка не очень свежая хотя и новая я достал из упаковки но она уже слегка просрочена теперь расскажу где это устройство можно применять я думаю вы придумаете еще какие-то применения для такого использования высоковольтного преобразователя который можно одним пальцем задавать какое-то высокое напряжение ну допустим около 50 вольт почти 50 вольт куда это использовать допустим вам нужна небольшая приставочка для проверки стабилитронов или светодиодов как вы помните не все светодиоды можно проверить обыкновенным таким мультиметром потому что иногда внутри светодиода находится целая сборка так сказать группа последовательно включенных светодиодов и для того чтобы они засветились нужно напряжение повыше не 3 вольта там а примерно бывает 10 и выше вольт некоторые допустим требуют и 40 вольт там и можно еще даже выше встретить светодиоды как это все организовать источник напряжения у нас уже есть допустим будем считать что это высоковольтный источник на 50 вольт поэтому мы сможем проверять стабилитроны светодиоды которые до этого напряжения вот теперь нам нужен этот резистор в плюсовой провод мы подключаем наш резистор резистор примерно на 1 килоом можно чуть больше это для ограничения тока и теперь на выходе относительно минуса подключаем наш прибор вот его подключил наше высокое напряжение и теперь нужно подключить только исследуемую деталь и так давайте это сделаем и вот наша проверка работает на приборе 2 и 2 вольта это значит то что наш светодиод на 2,2 вольта если мы возьмем более высоковольтный светодиод или стабилитрон то наш прибор будет показывать напряжение на которое этот рассчитан светодиод надеюсь что эта схема вам понравилась и вы где-то ее будете использовать схема как я уже сказал проще некуда если видео понравилось с вас лайк также не забывайте поделиться видео и подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны а на этом всем пока пока